Всем большой привет из Харькова! Сегодня 20 ноября и я Тала Хуфрянская И мои прежние подписчики, кто давно подписан на мой канал, наверное узнают этот интерьер Этот кусочек моей комнаты, где находится мое рабочее место, где я работаю летом и зимой Но летом, как вы знаете, у меня совсем другая работа В компьютере я занимаюсь своим сайтом, ну и понемножку ютубом А основная моя работа, это конечно в огороде с растениями, с цветочками И сейчас я хочу рассказать о том, что мое рабочее место очень отличается И его организация очень отличается в зимний период и в летний период Вот например, летом здесь отсутствуют вот эти вот краски, которые я сейчас выставила Потому что собираюсь продолжать заниматься живописью Летом отсутствуют также ниточки, которые я тоже вытащила, чтобы докончить вот эту вышивку зайчик Вот тут осталось чуть-чуть, но никак не доходят руки, потому что летом, как я сказала, занято совсем другой работой И творчеством таким вот не занимаюсь совсем Здесь вот находится мой компьютер, сейчас вот сайт мой открыт с цветочками Здесь вот мои блокнотики, бумага для заметок, термометры я сюда вот повесила Чтобы знать, какая температура именно здесь, в этом уголке, где я постоянно нахожусь Так как температура у меня не одинаковая в доме, парового отопления нет И там, где стоят обогреватели электрические, там теплее А здесь вот возле окошка, здесь всегда холоднее Регулирую, чтобы здесь было комфортно сидеть Где-то нормальная температура 22 градуса Здесь вот такая полочка мне внук подарил Вот такая полочка, три полочки вернее, такая этажерочка настольная Сюда можно все ставить Картины на стене, шкафчик, вот это все, конечно, вы видели уже много раз Ну, я имею ввиду моих старых друзей Здесь вот такая коробочка со всякими причандалами Вот я ее еще не успела задекупажить, задекорировать Здесь продавалась чашечка заварочная Это вот тренога для камеры Это вот селфи-палка Вот таким микрофончиком я пользуюсь Это самый дешевый, но я к нему приспособилась Вначале я хотела менять его Но очень хорошо, что не успела я его выбросить Нужно, главное, нужно приспособиться И не тратить деньги на дорогое оборудование То есть я нашла оптимальный такой вариант Как можно хорошо озвучивать, чтобы звук не искажался И не делать никакие дополнительные настройки При озвучивании видео с микрофона Здесь вот сам компьютер вот находится Вот мой Потом это мои тетради Здесь вот я регистрирую своих заказчиков А эту тетрадь я завела специально для Ютуба Завела ее в 2017 году Хотя канал мой появился на год раньше В 2016 году первый канал Потом через 3 месяца второй канал И еще через 3 месяца третий канал То есть все каналы заведены с небольшим промежутком В 2016 году Здесь я вот записываю всякие важные моменты Всякие рекомендации Вот память уже не та И в голове уже иногда ничего не держится Особенно цифры Вот Ну а также здесь вот отмечаю Сколько у меня прибавляется подписчиков Ну беру из статистики Из аналитики Гугла Ютуба вернее Так Дальше Это вот да Тренога Все я показала Клавиатура тоже у меня самая простенькая Дорогими я не пользуюсь Хоть дешевая, хоть дорогая Они не долговечные Это у меня по счету Вот за 10 лет уже третья клавиатура Но она очень удобная тем, что бесшумная Вот А когда-то у меня была клавиатура Которая очень раздражала своим грохотом Когда начинаешь стучать по клавишам Так Да Вот еще не показала ящичек Здесь вот Стоят мои разбавители Для масляных красок Лаки Вот Масло Здесь вот Резиночки для стирания Для заточки карандаша Вон штучка такая Здесь вот часть моих кисточек А в этой коробочке Вот на средней полочке Здесь находятся мои лекарства Которые я принимаю каждый день А есть там у меня в шкафчике Еще, наверное, не одна А несколько коробочек Лекарства на все случаи жизни И которые не Несрочные, можно сказать А те, что мне на данный момент Надо ежедневно принимать То здесь всегда у меня под рукой И вот блокнотики Вот Это старый блокнотик Который я давным-давно завела Ему, наверное, лет Пятнадцать уже Но Много чего Мне В нем нужно еще Хотя Я вот завела и новый блокнотик Здесь тоже вот Всякие Адреса сайтов Вот Телефоны Некоторые И Сейчас вот Перейдем рядышком Вот стоит Стол Вот такой большой Раскладной Здесь вот сейчас у меня Как это можно назвать Ну Не бардак Это слишком грубо А Такой творческий Беспорядок Здесь я недавно Занималась декупажем И здесь вот все Принадлежности Так и остались У меня пока лежать Вот еще не убрала И Купила я вот Рамочку Для вот этой картины И для этой картины Вот Она уже здесь Заключена в рамочку И Вот эта картина Еще не дописана Вот Ну Портрет Но Рамочка уже есть Вот Она еще Не вымета Из пакетика Вот Так она Еще Стоит Здесь Вот Это акриловые краски Здесь вот Вот Это тоже Акриловые краски Металлик В маленьких Тюбиках Ну Короче Все Для декупажа Для живописи Но Этого стола Скоро здесь не будет Я его перенесу В другое место Потому что Здесь стеночка Подготовлена Вот Вот она Обложена Плиткой Здесь будет стоять Или камин Или Если подешевле То купим Печку Булерьян Наподобие Такой Как у меня Вот она Стоит до сих пор Но она сейчас Не работает В ней Прогорело Железо Вот Кстати Если кто-то Собирается Печку Булерьян Покупать Она очень Экономная Выгодная Нагревает Моментально Помещение Но Нужно Выбирать Смотреть В характеристиках Там Каждой печке Дается Характеристика Вот даже В интернете Можно посмотреть Чтобы толщина Железа Была Не меньше Четырех Миллиметров Когда я Свою печку Покупала Я ее Во-первых Бэушную Покупала Не стоит Бэушную Покупать Потому что Это Не долговечные Печки Это вам Не кирпичная Печка Рано или поздно Железо Прогорит Что и случилось С моей печкой В конце зимы Она прогорела Теперь она Не годится И потом Я уже Задним числом Прочитала Что у нее Толщина Железа Металла Три миллиметра То есть На целый Миллиметр Тоньше Чем Вот Современные Ну и Такие Тоже Выпускают Но она Дешевле Но лучше Переплатить Немножко Денег Но зато Печка Дольше Прослужит Все Мои Такие Вот Художественные Дела Зимой Я делаю Вот здесь Перед Компьютером Потому что Компьютер Мне нужен Еще для того Чтобы открывать Я ищу Какие-то Фотографии В интернете Чтобы С них Делать Картины И Все Вот это Я конечно Уберу Тетрадки Это я Положила Чтобы Вам Вот А сюда Вот Микрофон Я тоже Уберу Это я Тоже Уберу Здесь Будет Очень много Свободного Места И На край Стола Вот сюда Вот Я ставлю Вот такой Маленький Мольберт Ну Мне хватает Для картин Можно написать Даже большую Ну Не очень Большую Но такую Вот 50 на 70 Запросто Можно Пользоваться Этим Мольбертом Но я Очень Большие Картины Не делаю Вот И В прошлом году Ну Все годы Этот стол Он очень Старый Обычный Письменный Стол Вот с такими Ящиками Самый обычный Для школьников Это не компьютерный Этому столу Уже Наверное Лет 25 Вот И он Заканчивался Вот здесь Вот у меня Вот Видите Вот он Заканчивался И Я взяла От него Заднюю Стеночку Которая Вот там Вот Возле стенки Закрывала Вот это Вот Все И Прикрутила Его Вот сюда Отпилила Уголки Чтобы Они были Не острые Покрасила Акриловой Краской Под золото Покрыла Лаком Это место Чтобы Оно Было Гладенькое И Теперь У меня Стол Стал Шире Вот Теперь Достаточно Места Есть Где Краски Положить Есть Место Для Клавиатуры Для Мольберта Вот И Вот Эта Полочка У меня Беленькая Полочка Вот Она Притык Присверлена Тоже Она Выступает Сантиметром На 10 А был Стол Вот Такой Вот Короче Вот Теперь Здесь Он Удлинился На 20 Сантиметров Вот Так Вот Вот До сюда Вот Он Был Стол Мне Не Хватало Места Вот И Благодаря Этой Полочке Беленькой Ну Можно Конечно Было Заказать Вырезать Ценным Куском Все Это Долго Это Морока И Нашлись Такие Вот Материалы За Которые Не Надо Было Уже Переплачивать Деньги Вот И Все На этом Я Заканчиваю Обозрение Так Называем Моего Рабочего Места Подписывайтесь На Мой Канал Всем Желаю Удачи И Успехов В вашем Творчестве Также Кто Этим Занимается